итак ребят всех приветствую из солнечного питера сочи сейчас погодка не очень вот там что-то дождливо все стало в сезон дождей наверно вот а питер им чудесно погодка и очень что я хочу сделать какие у меня планы вообще больше всего на свете я сейчас хочу это открыть категорию а то есть у меня б категория есть вот я хочу открыть категорию а чтобы уже можно было полноценно катать на байке вот мойте хочу купить или поэтому сейчас ну еще вот этой темой я уже около года болею просто сочину решил не открывать категорию у меня там сити есть короче до него достаточно категории ну б вот поэтому там ничего не делал вот сейчас этим вопросом занялся мчу в автошколу мотошколу на моноколесе вот и у меня сейчас там будет первое занятие ребят именно практика то есть я взял самые самый короткий курс всего лишь два занятия всего два занятия короче практике вот чисто площадки на мультике буду отрабатывать те моменты что у меня спросят ну попросит показать короче на экзамене в гаи вот то есть там восьмерка вот эта вся история да там проехаться ускорение переключения ну как я понял а там ютюбчик посмотрел в общем ребят сейчас вы все сами увидите но я на не все будет показано есть что-то покажу а может ничего не покажу не знаю сейчас еду туда вот у меня будет первое занятие полтора часа на мультике ну и потом второе будет закрепляющие теорию я сам учу то есть я решил все сделать по чесноку по взрослому вот самостоятельно сдать мочу еще нет потому что новый стаж есть 20 лет на б но пора уже взрослую категорию открывать и переходить на серьезные пушечки наверно у вас есть вопросы а чирайдер скуча забросил моноколеса нет ребята это не так моноколеса никуда от меня не денутся зачем их забрасывать когда это просто самый лучший мобильный транспорт вот мобильный а мотик мотик это другое это просто другое и не надо их сравнивать разные вещи для разных задач я у каждого есть свои плюсы и минусы вот поэтому просто одно другого не мешает все я приехал в школу в мотошколу все путаю вот он там буду сейчас ребят все короче от занимался я ничего не вешал не до этого было впитывал науку вот вспотел немножко в общем я еще одно занятие будет может быть там снимаю не на сейчас причем перекур и ребята очень второй день точнее тут и второй день второе занятие мчу в мотошколу вот я взял с собой гоупроху попробую что-то поснимать как я там буду сейчас ездить тренировать восьмерочки вот это вся история ну если получится договориться вам покажу на дикте мы катались уже начнем не спеша скоростное пока главное сильно не гоним спокойно едем задний тормоз возьмите не на время просто звукаем даже даже главное получше сидеть на мотоцикле сделать чтобы руках были более свободными посмотрим подальше тут выезжаем и аккуратненько задний тормоз сцепление в грунт газ так Все это нормально, видео насмотрелся. То есть мы с газом работали, да, то что надо. Да, давайте разок сделаем гараж, а то ребята вон не гараж. Тоже не могли сделать. Я сейчас вам это расскажу. Один из нас, все поставь в подушку, я просто расскажу. Реально вот ребята, вот когда такая обставка нормальная, все сдается, все хорошо. Первый оставляет, рассказывали, да? Да, первый оставляет, если что, с цепой выжимаете. Это самое меньшее зло, потому что оно никак не видно, не фиксируется. А чаще всего было, либо народ свисал у него номер сюда, ну, на линию, это ошибка. А кто-то запаниковал, а все остаются прямо вот здесь вот почему-то. То есть кто-то смертся на этот полус, кто-то покатился слишком далеко назад, тут руль запор, и просто не свисался. Детские ошибки, а гараж, у нас реально статистика, гараж, из 20 человек 5 точно не сдали гараж. Нет. То есть, ну, понимаешь? Да, думаю, гараж. О, хорошо. Все, ребят, завершил второе занятие, вот, как вы видите, уже практически без ошибок, все четко прохожу, уже лучше стал намного. Вот, я думаю, еще одно возьму, и все на этом. Надеюсь, сдам с первого раза. Ну, для вас это вот так, а для меня прошла целая неделя. Вот, и впереди у меня уже скоро экзамен по сдачной категории А, поэтому я решил приехать еще в автошколу. Мне здесь очень нравится. Блин, кайфовая атмосфера. Правда, сегодня ветрено, но, посмотрите. Такая огромная площадка для тренировок. Куча мотиков, крутые инструктора, поэтому решил взять еще одно занятие. Вот, сейчас беру шлем с собой и попробую заодно вам все это показать, как все это происходит. Вот, ну и впереди у меня сдача. Надеюсь, что Райдер Сьюча сдаст с первого раза, и уже мы выкатим в город. Ах, я жду этого. Все, ребят, погнали. Пока я еще жду своей очереди, вот, хочу вам показать, кстати, байк, на котором вот занимаюсь. Это Duke GTM, очень удобный как раз для начинающих, 200-й, легкий, удобный, маневренный. На нем, кстати, и сдача будет происходить, в этом огромный плюс. Ну, а также, смотрите, покажу весь, короче, ну, автопарк, мотопарк практически этой школы, вот. То есть, если хотите, можете, если у вас есть категория, можно просто взять и арендовать любой из этих байков, и просто катнуть на нем, смотрите, сколько их здесь. На любой вкус, на любой выбор, пожалуйста, он есть. Ниндзя даже! Кайф, да? Кстати, вон, тоже, ну, молодые тренируются. Короче, здесь атмосфера очень крутая, мне это нравится, очень. Все, сейчас вешаю камеру на Duke, и будем с вами отрабатывать категорию. Все, что будут именно спрашивать на экзамене, сейчас будем прям затачивать в идеал. Вот, конечно, давайте посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В общем, ребят, решил приехать, ну как сказать, на сдачу, да, где в МРЭО будем сдавать, но сегодня не мой день, я просто приехал посмотреть, ну, короче, как другие сдают, чтобы морально подготовиться. Сейчас покажу вам. Вот такая площадочка, кучка народу, и вот здесь все это происходит движуха. В общем, вот, ребята, воспользоваться таким лайфхаком, поэтому если вы знаете, когда, в каком РЭО будет у вас сдача, то приедьте, посмотрите просто, ну, заранее, вот. Вот, заблаговременно, к чему готовиться, возможно, это поможет, возможно, нет. Ну, я посмотрел, ну, как бы стало понятно, как-то уже понял, куда чего-то ехать. Ну, не знаю, вообще, ну, все равно же нервы какие-то есть, как старые добрые, блин. У меня, сколько, 20 лет назад я сдавал на категорию B, вот, и сейчас примерно такие же ощущения, как и раньше. Ну, ничего, посмотрим. Вот, все, ждем теперь экзамен. Перед сдачей дали выйти на площадку и посмотреть на это все. Я ощущаю себя пилотом Формулы-1 или MotoGP, когда, знаешь, ну, пилот ходит чисто по треку и смотрит, как чего ему делать. Прикольное ощущение. Ну, я считаю, это полезно, потому что реально лучше увидеть сейчас все нюансы. Вот там в конце песок, например, увидели, и ты когда знаешь это, так будет проще. Габаритный коридор. Так, маневрирование. Сюда, сюда, туда, туда, туда. В общем, я думаю, все понятно. Ну что, ребят, может, меня поздравить, все сдал. Категорию, можно считать, у меня уже есть. Вот. Но единственное, что сейчас я ее не получу, потому что сегодня, ну, не выдают. Вот. Вторник, пятница. Приезжаем сюда в свободное время, получаем категорию, прыгаем на байк и записываем самый топовый контент. Ребят, ну, также хочу вам сказать, поделиться своим, ну, как бы, скажем, есть, короче, лайфхак, как вот хорошо, быстро, с первого раза сдать в ГАИ на категорию А. Вот. У меня теория, короче, без единой ошибки вышла. Практика тоже все отлично. Сдал только что. Это самое важное, ребят. Учитесь в хорошей школе, сразу берите в хорошую школу, вот, с хорошими инструкторами. И возьмите полноценный курс. Вот я взял два занятия только, вот. Ну, потом я еще взял еще одно занятие, как вы видели. Мне очень понравилось, реально, это очень полезно, учиться здорово, вот. И от души реально рекомендую, вот, если вы в Питере, приезжайте, пожалуйста, школа Байка Лайк. Я даже ссылочку оставлю в описании для этих ребят. Мне очень все понравилось. Кал стучился и с первого раза сдал. Все, ребят, всем удачи, ну, а вы, обязательно подписывайтесь на канал. Будем пилить с вами топовый просто контентища. Лайк? Да! Да? Да! Да! Спасибо, наверное.